Надеюсь, наше количество не может увеличиться. В первую очередь, я благодарен организаторам за возможность здесь выступить, потому что на заботы я еще никто не читал. С другой стороны, если бы я знал о своем соседстве с Борисом Залоницким, у Владимира Безмозиком, Натальей Репиной, я бы, может, не так и в конце согласился, но раз согласился, надо рассказывать. Тема нашего сегодняшнего разговора – революция и наследие прошлого, проблемы совместимости. Понятно, что тема очень обширная, естественно, надо рассматривать ее на каких-то конкретных примерах. И жизнь так сложилась, что я долгое время работал в 200 музеях-заповедниках в Петербурге, и немножко в царском селе. Поэтому многие примеры будут из жизни дворцов, но этим мы не ограничимся. Ну и чтобы не тратить время, сразу, пожалуй, перейдем к тем. Существует определенное представление о том, что революция стирает фактически какие-то яркие образы, не знаю, памятники, связанные с прошлым. Это логично, так как в самом понятии революция заложен разрыв с прошлым. Его явное отрицание. И если провести какое-нибудь социологическое исследование, я уверен, что в ассоциации, связанные с революцией 17-го года, в области именно культуры и наследия прошлого, они сведутся к зарегу пожаров дворецких усадин, к разрушению церквей, естественно, к городу эмиграции, к отъезду огромного числа выдающихся деятелей искусства и учебы. Этот нарадик, если хотите, сформировался, в общем-то, в последнем, в это лет 30, как антитеза советской версии событий. Сразу говорю, что под наследием прошлого мы в нашем сегодняшнем разговоре подразумеваем в первую очередь памятники архитектуры, архивы, библиотечные собрания, коллекции произведений искусства. То есть понятно, что наследие прошлого трактовать можно вплоть до языка, а у нас такой более конкретный здесь вариант. И вот отношение революции к этому наследию в советское время рассматривалось понятно с какого ракурса. Когда я только начинал заниматься этой темой, я нахладно полагал, что у нее не очень большая историография советского времени. Я очень ошибался, потому что уже в десятилетии революции, в 1927 году, появляются первые статьи, осмысляющие отношения к культурному наследию, в том числе в музейном аспекте, и в каком-то, если хотите, философском, аспекте социалистического строительства. И далее, в основном, надо смотреть, конечно, журналы, вопросы истории, истории ФСС и другие, как раз от седьмой год. То есть вот раз в десять лет обязательно в мобилейном выпуске выкатировали какие-то статьи на этот счет. Не говоря уже о целом ряде монографий, название которых как раз сочетание культурное строительство, социалистическое строительство употреблялось. И если обобщить, то в этих работах проблема сводилась к нескольким положениям. Первое положение, естественно, это исключительная роль октябрьской революции 1917 года как созидательная в деле аграрных памятников и вообще отношения к прошлым. И эта выдающаяся созидательная роль октябрьской революции доказывалась несколькими путями. Первый путь идеологический. То есть целый подборный цитат из Ленина, в первую очередь, касающийся того, что без осмысления и присвоения наследия прошлого мы не сможем построить настоящий социализм затягнулись. Поэтому нам надо все лучшее из прошлого брать. И невероятное разнообразие номеров томов в полных собраниях сочинений Ленина в разных книгах и публикациях на эту тему дамы подтверждения. Действительно, эти высказывания нужны. То есть доказательства созидательности октябрьской революции с точки зрения идеологического. Следующий путь доказательства фактологии, которая действительно убирается немало. Это примеры учреждения, конкретных организаций, государственных учреждений, которые отвечали за ограбы памятников и яркие примеры спасения каких-то коллекций, зданий и так далее. Ярчайшим, пожалуй, диспозорем, который кочевал с публикацией в публикацию, было то, что как только Владимир Ильич переехал в Кремль, один из первых его распоряжений, даже Фоксимиле публиковалось во многих журналах, это было распоряжение коменданта Кремля, о начале немедленной реставрации памятников ансамбля. Правда, не очень раскрывалось, почему эта реставрация была крайне нужна. Напомню, что в ноябре 17-го года бои, которые происходили в Москве за установление советской власти, были в прямом смысле боями. Фотографии московского Кремля в ноябре 17-го года напоминают фотографии многих ансамблей 44-го года, находившихся в зоне нацистской оккупации. Но это не так важно. Важно, что вождь лично указывал, вот что-то, брев эти памятники, торопил на начальство с исполнением каких-то своих распоряжений и так далее, и так далее. То есть, эти вещи доказывались. Ну и трудно спорить с третьим таким путем доказывания созидательной роли октябрьской революции, это создание целой музея в Северной стране. И это действительно невероятная история, масштаб которой осознаешь, работая с документами музейного отдела народного комиссара посвящения, музейного отдела на конкурсах, которые хранятся в Москве, в государственном архиве Российской Федерации и в отделе письменных источников Государственного исторического музея. И я не знаю, зачем это было делать с такой регулярностью, но где-то раз в год в полтора главнаука, это та по учреждениям в составе на конкурсах, которые обедал в том числе и музеями, высылала циркулярно своим учреждениям приказ составить анкету о своей организации и ответить на вопросы, когда она учреждена, полезная клубатура помещений, профиль, научные достижения и так далее. И архивные дела, как сосредоточенные в Москве в этом музейном отделе, показывают невероятно мощный срез музеев со всей страны, когда в деле 600-700 листов и каждый лист на танкетах как конкретного музея. И с Эрмитажем соседствуют такие экзотичности и на наш взгляд институции, как, например, музей педагогических или музей сельскохозяйственных. Это, говоря, если я был Петроград, я не говорю уже о тех населенных культах, которые, в общем-то, и, честно говоря, не знаешь, а там музей открывался и делался. И вот этот козырь, против которого сложно очень негатив, он был, наверное, основой все-таки для легитимации тезиса о созидательной роли октябрьской революции. Ну и, как вы понимаете, сначала перестройки, разговор о распродаже пермитажа, о погибших усадьбах, ну, в общем, все наоборот, отрицательная история, он стал возможен, и, мне кажется, в общественном понимании вытеснил все-таки вот ту созидательную роль дедушкелей. Ну, как обычно, истинно, где-то посередине, и, как минимум, для того, чтобы это истинно не разобраться, надо учитывать, что революция была длинна. И мне, я надеюсь, что это будет один из главных итогов этого юбилейного года, это то, что в общественном поле будет звучать, что если бы была революция в февральсках, была октябрьская, и то, что мы сводим к октябрьской, там многое началось раньше в феврале. А если быть честным, то аспект отношения к наследию прошлого и к памятнику надо, конечно, начинать рассматривать значительно раньше. Я не стал бы здесь возводить генеалогию к указам Петра Первого о том, что, не знаю, при разработке месторождения на Урале, если находить какие-то ну, если, как ты тогда говорили, вещи, их надо сдавать в мускайбер. Это, конечно, тоже предыстория. Но более конкретно система охраны памятников вырисовывается, конечно, уже во второй половине девятнадцатого века, ну, я бы сказал, предсистем. И что очень важно, основы этой предсистемы были общественные учреждения, а не государственные. Это важно понимать для тех процессов, которые шли в самом семнадцатом году. Потому что в период с февраля по октябрь семнадцатого года основной, ну, если хотите, удар, основную нож по сохранению мультурного наследия, выполняли различные комиссии и коллегии. Самые известные были по-совещанию при комиссарии над бывшим министерством интераторского двора. И эти организации состояли из той в основном художественной интеллигенции, в первую очередь это художники-архитекторы, библиотекари и ученые-археологи. То есть археологическая комиссия, созданная как раз в шестидесятые годы, девятнадцатого века, стала, ну, если хотите, таким экспериментальным полем для выработки каких-то положений по охране памятника. То есть вот этот дореволюционный аспект разной дискуссии о том, а что такое памятник, а насколько древний памятник для нас цель, да, то есть понятие древности, возраста памятника при его оценке. Эти все вещи начались не в семнадцатом году. И в какой-то степени в феврале семнадцатого года вот люди так или иначе участвующие в каких-то экспедициях по обмену церквей в Новгороде или писавшие статьи, как, например, Георгий Крискентьевич Мухомский, глава историко-художественной комиссии в Царском Селе, писал еще в 1911 году статьи по поводу печального состояния каких-то старинных усадин на Полтавщине. То есть у них был опыт если говорить подобной деятельности, был целый ряд периодических изданий художественных. В первую очередь надо выделить, конечно, старые годы, издававшиеся Петром Петровичем Веймера, обязательно вас заинтересует. Посмотрите, это интереснейший журнал, где обсуждались в том числе и вопросы охраны памятника. Поэтому нет ничего удивительного, что 4 марта 1917 года, фактически спустя пару дней после отречения Николая II, на квартире Максима Горького, который признавался в качестве лидера этой компании, если хотите, собралось совещание деятелей искусств. Много что в общем-то нафантазировали. И многие проекты там сформировались. Это довольно неизвестно. Совещание о нем достаточно много написано, но обычно не подчеркивается, что из этого совещания вырос орган, который имел общественный характер. То есть когда мы говорим об особом совещании при комиссаре над бывшим Министерством Императорского двора, мы перечисляем, что возглавлял это совещание Горький, его заместителем был Бенуа. Кстати, интересное сочетание для восприятия уже Борького как буревестника революции, у которого Бенуа был фактически в подчинении. И во многих записях Бенуа, касающихся работы этой комиссии Черновых, разные пометки. Это совещание состоялось, Горький не мог прийти. Я не смог это Горький передать. То есть Горький был действительно решающим здесь лицом. Так вот, это совещание наносило на самом деле характер инициативы Смирной. То есть их временное правительство не неуполномочивало заниматься тем, чем они занимались и не обращается должного внимания на тот факт, что совещание прекратило свое существование уже в мае 1917 года, в том числе и потому, что его члены регулярно писали во временное правительство, что реальные власти при решении вопросов он так и не получил. не получил. Но сама ситуация, когда ключевые деятели искусства страны собираются в такую группу, которая на волне энтузиазма связанного с свержением самодержавия хочет все в этой области изменить, он крайне показательный. А то, насколько был сильен этот энтузиазм, показывают документы работы этого совещания. Большая часть этой документации хранится в отделе рукописи Государственного образования в фонде Александра Николаевича Биноа, 137 фонда. Биноа был человеком крайне любившим все фиксировать. То есть, я даже не знаю, что он больше сделал, написал каких-то изображений или все-таки написал текст. И вот каких-то его черновичков, записок, текстов речей, подготовленных именно в рамках работы этого совещания очень много. По ним мы можем восстановить степень вот этой эйфории по отношению к прошлому. Мы сейчас рассматриваем ситуацию с февраля по октябрь 2017 года, в которой участвовали, конечно, самые разные акторы и действующие лица. Начнем мы не с государства, а как раз с этой множественной интеллигенцией, которая на протяжении предыдущих лет в общем-то готовилась, если хотите, к этой миссии. То есть она не была для нее новой. Они знали опыт сохранения усадеб уже зарубежных, музейный опыт европейский, все были очень образовыми людьми и так далее, и так далее. Во-первых, это совещание видело одной из своих целей разработку нового министерства, министерства по делам искусства. Мне кажется, это уже звучит немножко фантастично с точки зрения эйфории. Дело в том, что мы редко задумываемся, что временное правительство, получив, ну, можно оспаривать, было, конечно, было и власти, и не было монополии на тоже законотворчество временного правительства и так далее. Но, тем не менее, временное правительство, получив основную власть в стране, осталось, в принципе, с теми же государственными органами, которые были в императорской России. И среди тех министерств, которые точно никак не могли продолжать существовать, надо определить, конечно, министерство императорского глава, функция которого было обеспечивать императорский двор и, в общем-то, учреждения с ним связаны. В министерство императорского двора в его структуру входили не только царские дворцы, это крайне важно. То есть, почему именно вокруг министерства двора будет остальная история, перетекавшая уже после октября, вестись? Потому что министерства двора входили, помимо дворцовых управлений, да, на 17-й год Петроградское дворцовое управление, занимавшееся эксплуатацией Зимнего дворца, лобика Петра Первой на Петроградской стороне, не говоря уже о таких интересных вещах, что в управлении находилась Александровская колонна и Пальню Николаю Первому на Исааковской площади. То есть, видите, уже эксплуатационная функция, связанная с Пальнями. Естественно, пригородные дворцовое управление Цистосинское, Петерковское, Гальчинское, но, помимо этого, Императорская Академия Художеств, Императорский Томинетраж, Дирекция Императорских Театров. То есть, мы перечисляем фактически состав, но если не Министерство культуры, то чего-то близкого. То есть, вопрос именно перехода Министерства Императорского Твора как государственного учреждения в другое какое-то качество, он был не прав. Оно не могло остаться в Министерстве Твора. И вот этот энтузиазм срывания двухглавых орлов с вывесок магазинов и так далее, и так далее, он проник и на бланке документов. Самыми разными путями, в основном забивая какими-нибудь знаками пиксов напечатки машинки, на бланках Министерства Императорского двора зачеркнулся императорских. на короне года напечатали условно сто тысяч этих бланков, надо же как-то использовать. И вот ты императорский тщательно зачеркиваешь, замазываешь, причем очень интересно наблюдать, везде это происходит немножко по-разному. И вот императорского больше нет, но структура вся и, скажем так, хозяйство, которое за этим стоит, осталось. И поэтому для эволюции этой всей структуры назначается специальный человек, комиссар над бывшим министерственного императорского двора. Ты был чиновник, назначенный временным правительством, задача которого входила как раз ну, если хотите этот корабль вывести куда-то в будущее и понять, что делать с этим всем хозяйством. Этим комиссаром стал Федор Алексеевич Головин, довольно известный в либеральной среде так когдашного времени в том, что он был председателем Второй государственной луны. То есть это не был человек просто как-то откуда-то взялся. И вот понимаете, Бенуа не позвали возглавиться эту мечту, да, то есть назначен все равно был чиновник и политик. И вот это особое совещание, то есть сами здесь важна способность к самоорганизации и к инициативе. То есть они сами объявляются фактически этим особым совещанием при Комиссаре, пишут во временной правительской бумаге, что мы хотим вот как художественная интеллигенция, как, скажем, как художники, представляющие область прекрасного России участвовать в этой деятельности. И понимаете, очень такая забавная грузь, если хотите, видеть как это инициатива в какой-то степени заболтан. Потому что отвечает сам комиссар на бывшем министерством и с точки зрения госучрежденческой. Хорошо, а какой у вас устав у вашего общества. А есть ли у вас как, не знаю, цели, задачи и так далее. И есть документы, говорящие обработке этого устава, как они разделили общество на целые секции. Слушайтесь, музыкальную секцию должен был возглавить шалятами, театральную декорационную Сан-Пенуа, архитектурную Щусев, участвует активно Петров Лодкин, Грабарь, не знаю, Мейрхольд, то есть назовите фактически любого, Рейлих и многие-многие другие создающиеся люди того времени. То есть они считали, что их час в этом смысле пришел. Время показало, что это не совсем так, потому что основы для отношения прошлого, если мы над прошлым подразумеваем те учреждения Министерства двора, которые я перечислил, лежит в области не столько идейной, сколько банальной имущества. Основной вопрос, который стоял тогда перед властью, это был не то, как мы, не знаю, будем трактовать жизнь Николая Второго, скажем, Александровского дворца. Об этом в 17-м году мало кто задумывался. Да и сам надо признать Николай Второй, что находиться в Александровском дворце, это тоже очень важно. Это дает период с февраля по октябрь 17-го года, особо, если хотите, краски. Основная с точки зрения материального и с точки зрения ресурсов, оно полосато. У вас теперь многие дворцы, в которых помимо произведений искусства, есть еще значительная часть кастрюль, валенок, каких-нибудь упрыжек для лошадей и так далее. Потому что, как великий архитектор Ле Кергезье говорил, дом это машина для жизни, дворец это тоже машина для жизни. И дворец и музей это разные очень вещи. В советское время была такая довольно громоздкая конструкция такой-то дворец и музей, это было честно, потому что когда мы сейчас приходим во дворец, скажем, в Павловске, мы приходим во дворец в музей. То есть, когда это был именно живой дворец, это все было немножко по-другому. Так и здесь. С этим имуществом необходимо было что-то сделать. И, естественно, давление со стороны этой интеллигенции, которая постоянно писала что-то в печати. И есть очень много заметок того же самого Бенуа от выносящихся к весне 17-го года. Затем статьи Максима Горького, объединенные затем под общим заголовком несвоевременной мысли. Очень сильный источник вообще по времени, переворачивающий наше представление в том числе и о Максиме Горькове. Ну и понимание тем же самым было видым, что дворцы действительно содержат большое богатство, привело к тому, что хотя вот это совещание, которое так бодро родилось в начале марта 17-го года, не стало Министерством по делам искусств, как они хотели, тем не менее из состава первую очередь этой интеллигенции временным правительством в июне 17-го года были образованы художественно-исторические комиссии, которые стали работать в ключевых дворцах. И главная задача художественно-исторических комиссий была в первую очередь описательной, то есть составление описей. И это крайне сложно делать. Проходимо было не просто учесть все преимущество, которое есть, но и поставить его под охрану. Вопрос охраны всегда здесь рядом стоят. Из тех историко-художественных комиссий, которые работали во дворцах, самая яркая была церкосельская. И вот здесь в какой-то степени руль личности в истории. Каждый может оправдывать свои действия или бездействия по-разному, но у Георгия Лукомского, который возглавил церкосельскую комиссию, были те же самые сложные условия 17-го года, а затем после октября, когда комиссия еще какое-то время действовали, также не было должного финансирования и так далее. Но он, благодаря своей энергии, надо сказать, будучи человеком очень сложным в общении, это хорошо проявляется в своем переписке, особенно уже из-за границы, потому что когда он эмигрировал, он продолжал сюда писать письма своим бывшим коллегам по этой комиссии. И в продолжении предыдущей лекции он постоянно писал, и он послал здесь писем, что правда ни одного не дошло, то есть из Парижа пишет в советскую Россию и ждет ответа. Так вот Лугомский был очень интересным творческим человеком, который уже видел за, например, Цевскосельским дворцом парковым ансамблем музей. То есть речь в первоначальнии период революции конкретно о музее и том, что это наследие именно прошлого не шла. В отличие скажем от тех же Новгородских церквей. Потому что археологическая комиссия продолжает работать, и в архиве Института Истории Материальной Культуры есть очень много дневников, экспедиций, протоколов как раз июнь 17-го года, апрус 17-го года, когда меры в церкви или древности продолжаются. А в случае с теми же дворцами необходимо было понять, по каким критериям мы к этому прошлому будем относиться как к цельным. И эти критерии это непраздный вопрос. Первый критерий, о котором мы уже упоминали, это, в общем-то, возраст. И важно помнить, что для многих памятников, которые сейчас являются для нас памятниками старинной, если не глубокой, то 100 лет будет, тогда 20 лет, ну 10 лет. здесь здесь очень интересный пример это дворец, например, Генгиньи Полеев в царском селе, который был закончен в 1914 году. То есть номер 3 года всего было три года. И рассматривать его с точки зрения вот этой, да, как памятник, это немножко странно. Мы вот это часто не учим. Второй критерий, по которому надо было эту ценность выявлять, это художественная ценность, художественная страна. И это крайне необычная, если хотите, спорная история, потому что Архозер как известно не спорен. Но здесь это было крайне важно. Что является грубо говоря красивым художественным ценностом, а что не является. обычно, когда говорят на эту тему, раскрывают противодители конца двадцатых годов, и там мелкобуржуазный мещанский вкус Александра Романовой в этой спальне проявился больше всего. То есть вот такие вот вещи. И это можно восприять как идеологическую довольно историю. А читаешь записки вот этих людей в 17 с бравя до октября, и понимаешь, что вот эта оценка очень многого отрицательна с точки зрения эстетической, она идет вполне себе вот этой перегуляционной интеллигенцией художественной этой оценки в какой-то степени можно проверять. Я имел определенное отношение на каком-то этапе к реставации Александровского дворца в царском севере. И когда сейчас там восстановление комнат Николая Второго, когда внутри, ты очень вот так как жаждешь прекрасную историю. Когда ты немножко смотришь со стороны, ты думаешь, действительно, но ведь страшно, что это за третий рыбококок, а где здесь полет модерна настоящий и так далее. то, что это не было оплевывание беззащитных императорских покоев после революции, доказывает, например, запись в дневнике того же Венуа, сделанная в ноябре 16-го года, когда его пригласили в Зимний дворец посмотреть на комнаты императорской семьи, потому что тогдашний главный архитектор Эрмитажа, Эрмитаж, музей уже существовал, думал о... и это опять вопрос о том, что все началось значительно до революции, о какой-то, если хотите, музейфикации каких-то комнат, комнат, где скончался Александр II, да, то есть эти вещи продумывали. Себе, ну, а пишут, я впервые был в этих покоях, это тоже очень важный факт, потому что впервые зашли в эти императорские покои, которые были большей части, конечно, недоступны. И, в общем, как ужасно, и эти люди, живущие в таких комнатах управляют нашей страной, вот в таком выглядит. Посмотрите на их кабинет, здесь не может прийти в голову ни одна светлая мысль, то есть в таком оппозиционированном змеи. Поэтому вопрос музеям сразу это все делать, или трястись над каждым просто предметом, который здесь оставил Николай II промышленности вчера, это для того момента был не такой очевидный, как может быть вопрос для нас сейчас. Потому что сейчас музейщики в первую очередь смотрят на многие такие аспекты, ну что ли с обидой, ну почему они тогда, сто лет назад не сделали этого или не сделали того. И в этом смысле пример Лукомского, о котором мы начали говорить в царском селе, он потрясающий, потому что ему вот эти мелкие лиловые цветочки в сочетании с розово-белой полоской в бутуаре Александра Федоровна тоже не нравились. Но он во всех своих записках отмечал, что это будет потрясающий историк бытовой музей в назидание потомства. Чтобы потомство видело, как вот все это было плохо. И согласитесь, это очень похоже на риторику уже большевиста. Хотя Лукомского большевиком назвать точно ни в коем случае нельзя. И вот это прозвучавшее уже слово музей историко-бытовой музей должно было ну что ли быть доказываем в борьбе. в борьбе за этот ресурс. Очень важно понимать, что любые дворцы, там осадняки, какие-то усадьбы это очень серьезный ресурс в первую очередь имущество. То есть у нас здание. Здание, которое можно для чего-то бы спасать. В этом здании вчера жил допустим Никитин князь такой-то, больше он там жил по понятным причинам. Не будет, хотя эта логика больше относится уже после октябрю, после октябрьского времени, давайте сделаем там школу трудовой коммун. И в общем-то почему нет? Потому что не везде сделать музей невозможно. То есть еще этот кризис, который мы должны в разговоре о революции и наследии прошлого всегда учитывать, это функция. Функция этого наследия прошлого, которое у нас осталось. И эта основная функция проделала определенную эволюцию с февраля 17-го, скажем, по 30-й год. И если первоначально была история например именно с художественной стороны в основном смотреть, то есть у нас важны великие имена, художники и так далее, и так далее, то к середине 20-х трактовка уже упирала на конечно агитационные политико-просветительские задачи и в общем-то это отвечало тем моментам, которые тогда господствовали в культурном строительстве, если говорить теми темами. Вот в этой атмосфере, когда изменился полностью устроен в стране и возможно было поставить охрану памятников на другой уровень в том числе и дворцей как понятно, что памятники нельзя сводить только дворцам появляется ряд таких очень важных частных инициатив и подытожив этот сюжет вызревавших еще в дореволюционное время с те же самыми дворцами первые противодители у Петергофа по царскому силу появляются не после революции и появляются в дореволюционное время в оберении года ну скажем противодители Личковского по царскому силу этих противодителей будет прямо в конце для расписания поездов расписания теплохода как вам топать где гулять и там вы пойдете направо налево и так далее это как достопримечательность уже воспринималось раньше или есть картинные документы как представитель Совета Татюковской галереи Игорь Граварь в 14-15 году пишет министерство двора позвольте в таких-то дворцах например нашим студентам скопировать такие-то картины то есть вот это понимание уже уже было уже существовало размышляя над функцией должна ли она быть только в музее понятно вот это условно говоря ну не условно просто широким московым обозначая художественная интеллигенция эта группа понимала что она вступает в борьбу за этот ресурс и задача комиссии была не определить план дальнейшей модификации а вот именно принять то есть группы составят списки что здесь цепное что не цепное что мы везем в эмитаж да а что можно оставить на месте и для чего потом это нужно использовать и использование дальнейших было не так уж очень во-первых было не сразу ясно использование зимнего дворца как главного дворца и зная что произойдет потом довольно интересно читать гневные записки членов этой комиссии которые заключались в осуждении планов по размещению зимнего дворца например городской думы очень показательно в черновике вообще черновики очень всегда приятно читать и сравнивать с чистым веку в черновике одной бумаге того же бенуа комиссар над бывшим министерством двора было указано сначала он пишет из газет мы узнали потом это зачеркнуто и сверху послухам то есть видите приравнанно из газет узнали и послухам послухам городская дума планирует занять земледворец это ни в коем случае не должно произойти это должен быть музей и так далее как мы знаем Керенский летом 18-го года с временем правительства переезжает земледворец и это тоже интересный аспект аспект того что отношение к прошлому и к каким-то ярким символам прошлого оно имеет важный скажем так отклик в символической политике потому что очевидно что переезд Керенского земледворец не мог восприниматься всеми на ураг потому что земледворец явно был образом не самым презентабельным не самым что ли приличным и положительным на тот момент и надо сказать что этот шаг очень расстроил вот эту художественную интеллигенцию и членов этих историко-художественных комиссий потому что они мечтали что здесь уже только дворец и вот эта дискуссия о функциях памятников архитектуры и мусификации первой очереди дворцов она получит конечно совершенный ракурс уже после октября и и здесь прежде чем перейти уже к октябрю последний такой квадратный тезис надо учить что помимо решения и учета этого всего имущества и решения функций самого здания надо понимать надо понимать аспект движимого имущества всех тех коллекций которые в этих зданиях находятся если в феврале была разработана такая схема охранных грамот их в архивах сохранилось достаточно много то есть если твоя библиотека или твоя коллекция находящихся дома у тебя есть собрание грамот то есть вот в таком духе имеют художественный ценный характер тебе выдавалась охранная грамота что это нельзя трогать это должно стать под особой охраной и так далее эту практику кстати продолжил начальство уже после октябрьской революции но тогда аспект будет он тогда пойдет речь о национализации и в этом смысле многие из этих интеллигентов художественных они не смогут работать после октября в этих комиссиях по идеологическим причинам потому что октябрьский переворот или революция как хотите не автоматически не прекратилась деятельность по переходу бывшего министерства императорского города наукрашского напротив начальство какое-то время возглавлял два наркомата наркомат посвящения народный комиссаря народный комиссариат имуществ который существовал до лета восемнадцатого года и это безумно важный момент то есть вот это а чем занимался народный комиссариат имуществ не всеми имуществами в стране то есть это не было не знаю министерство всего имущества это было министерство как раз наркомат точнее говоря технологии до времени отвечавшие за все наследство министерства двора и комиссии продолжали одесс первых распоряжением начальства своей должности это было как раз призывает всех членов комиссии оставаться на своих местах и продолжать работать и для нас какие-то такие важные ключевые даты являются четкими водоразделами то есть у нас октябрьский переворот как будто все мгновенно в стране поменялось в реальности всегда есть конечно аспекты какого-то перехода и перехода постепенного так например не сразу изменилось все в печати можно было еще в январе 18-го года прочитать следующую заметку в одной центральной газете что председатель комиссии художественного зимнего дворца Верещак не ушел со своего поста и продолжает цепровничать уже с большевиками видимо зачастую большевикам и сохранилось его письмо в эту комиссию в редакцию газеты что милостивые государь сказали вот это про меня в газете так вот прошу напечатать отражение что большевикам я не ничего не симпатизирую но долг по учету и охране вот этого художественного имущества который находится в земном дворце он выше но постепенно по мере резких очень движений декретов советской власти кардинально конечно меняющие вот эти правовое поле в котором привыкли существовать основные ключевые специалисты они фактически уходят если хотите из где-то из профессии сохранилась например объяснительная для того же Петра Петровича Вейнера почему он выходит из состава художественной комиссии учитывая его дальнейшую сутку то есть он погибнет в лагере и тот же Бенуа в Париже напишет некролог в котором не будет даже укажет что мы даже не знаем точно как произошло эта ужасная трагедия с нашим коллегой но мы-то это знаем все что Вейнер был расстрелян спустя 10 с небольшим лет и так далее и так далее он-то не знает и пишет соответствующую бумагу что я выказываю составы комиссии и не хочу чтобы причины неудившими окреплены остались неозвучены и дальше идет достаточно наивная в последующей ретроспективе четырехстраничный текст потому как надо работать с частным коллекционерами и что делают большевики во-первых он честно говорит что когда меня вызовут все правительственные комиссары ярыкалов то после десяти минут общения с ним я понял что мы друг друга не поймем никому пишут для него коллекционер и владелец какой-то коллекции является главным знатоком и фактически ключевым если хотите специалистом потому что лучше не войну коньякции никто знает не будет и все положения по поводу национализации смешения складывания и так далее и так далее перемешивания они не должны быть проведены в жизни ну понятно что с товарищем ярыкаловым он бы в жизни не сговорился какие-то из этих еще до революционной закалки специалистов затем будут работать на вопрос хранятся их анкеты если мы сравним их анкеты с анкетами вот товарищей ярыкаловым и других которые большевики поставили в главе как учебы установлений то там очень интересно конечно смотреть на граф образования знания языков поездка за границу и так далее то есть сколько это будет у того же Вейнера языков путешествия за границу и руководит прочерк 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 но зато в графе чем вы занимались в 17-м году где находился в октябрьском пировороте он напишет участвует в штурме зимнего дворца то есть меняется вот это немножко теперь тот же бенуа должен приходить к товарищу и он как участник в штурме зимнего дворца будет говорить с ним совершенно по-другому и вот в этой атмосфере было принято конечно много таких жестких резких решений сейчас начинают происходить навлекут на нас не благодарность потом а проклятие навлечь его на себя я не хочу то есть такой гордый красивый ответ естественно резкого перехода никогда вот такого невероятного скачка обвиняется абсолютно все не было скульпом и в том числе плавность вот этих создав создание основных институций отвечавших за охрану памятника за музейное строительство и за отношение к наследию прошлого обеспечила в том числе фигура анатолия начальства главы на конкурсе тогда мне кажется вырук об этой степени недооценима у него большое наследие помимо опубликованного есть соответствующие тама например дом 80 литературном наследии знаменитого монахи его переписка много издавалось сборников об искусстве и так далее есть целых два огромных архивных фонда в Москве в архиве литературы и искусства в архиве социально-политической документации которые содержат сведения его работы и сведения о нем и связанные с ним и когда сталкиваешься с масштабом его деятельности и с определенной резкостью с которой он отстаивал какие-то идеалы если хотите то перед этим человеком несмотря на разные нюансы в общем-то преклоняешься мне бы хотелось чтобы кто-нибудь сам я точно на этот подвиг не решусь потому что ради этого придет слишком много сидеть в химс-социально-политической истории и кто-нибудь написал в сравнительное жизнеописание того же Бенуана начальского то есть вот людей из совершенно разных миров как один из мира большевиков другой из мира вот этой художественной интеллигенции начала 20 века в реальности по масштабу своей деятельности по многим позициям совпадавших и начальствами в течение 10 лет после революции он очень много сделал для сохранения как раз наследия прошлого понятно что эта деятельность была в русле решения политпосвятительских задач я я не буду вас утомлять эти вещи написаны достаточно подробно и в сентябре Наталья Лебина расскажет на лекции в этом же проекте об этом в плане моментальной пропаганды как срочно необходимо поставить памятник ключевым деятелям ведущим ведущим человечеству к прогрессу как эти памятники из гипса в основном открывались Степану Разину Спартаку братьям Грахам причем когда читающие эти списки из прошлого доставали вот этих символов революционной борьбы мне очень интересно как объясняли рабочим такие братья Грахи и подобного там Ильдшартана Бунда но вот этот полный моментальной пропаганды это было безусловно такой звонок о использовании в агитационных целях каких-то образов прошлого ну а что же касается памятников архитектуры и коллекций дворцов о которых мы сегодня большую часть говорим то здесь переход был постепенный и опять вопрос стоял не только в диалоге кто что решит мы здесь покажем музей или здесь у нас будет научно-исследователь институт или дом ученых скажем как оказался в дворце Владимир Александрович аспект часто играл роль чисто как бы хозяйствен если хотите прозаичен ну например в осенью 1917 года из ключевых дворцов произошла эвакуация ценностей по приказу временного правительства в условиях угрозы наступления немцев на Петроград эти эшилоны уходят в Москву в Кремль и в Кремле находятся в течение нескольких лет до 23-го до 24-го года поэтому многие вещи например по созданию каких-то музейных экспозиций скажем в том же царском уже простите детском селе они были невозможны потому что многие экспонаты находятся в Москве пока не окончили гражданская война эти вещи не вернулись во дворцов говорить о какой-то полноценной работе было нельзя и кстати надо учитывать что когда в месяц 1917 года идут бои и по Кремлю в прямом смысле стреляли снарядами многие из этих ценностей находились в то время там в Кремле и мало кто задумывается что в начальстве после этих всех боев ушел отстал то есть у него он возглавлял народный комиссариат освещения с перелетом в один день и он открыто ушел отстал было опубликовано его письмо о том что идеалы культурного строительства не совместимы с пробоинами от снарядов в Успенском соборе Московского Кремля ну потом ему объяснили что неправильно себя ведет и может подумать что он лучше что он больше сделает хорошего на этом посту очень просто уйдет и он вернулся на свой пост то есть видите много очень факторов принятия решений принятия решений с этим имуществом с этим ценностями и естественно для нас может сейчас это немножко странно но преемственность способом дореволюционного времени она была не только в аспекте идеологической базы сохранения памяти она была и в аспекте государственного учреждения после февраля те дворцовые например управления которые отвечают за дворцы они не перестали действовать они продолжали работать для меня все время было большим потрясением читать датированные 24 октября 17 года сменты петербургских фонтанных мастеров на текущий ремонт труб в парке и смотришь вот вроде февральская произошла все у нас сразу такой образ опустевшие дворцы пьяные матросы гуляют по этим дворцам стекла и так далее и так далее а придворные певчи в петропавловском соборе в Петергофе получали жалование до лета 18 года до лета 18 года их исключили из сметы что ну как поняли что что-то платят они деньги явно не тем в принципе расходы надо сократить и очень многие сотрудники которые когда-то были например лакеями императорских дворцов они в музеях становились например служителями теми смотрителями которые смотрят как бы что не не своровали и более того эти служители давали пояснение экскурсантам представляете да то есть вы были лакеями притворили Николая Второго прошло пять лет экскурсанты приходят во дворец вы то есть вы очевидец это орун хис это прекрасная история поэтому когда в конце двадцатых годов этот период уже выходит за рамки нашего сегодняшнего разговора начали закручиваться гайки и так далее а большую роль играли газетные статьи это было так очень очень сильно то есть в газете кто-то что-то написал например филеетон вышел такой филеетон про как раз музей Александровского ВОЦ он в стихах я к сожалению точно не помню но там суть такая что прихожу на экскурсию а мне рассказывают чуть-чуть не со слезами на глазах про точек Николая Второго как он как они там бегали по этим залам и завершается эта поэма что пора гражданка главнаука вам съездить в детское село то есть прямой призыв естественно главнауке сразу создается комиссия вызывает всех действующих лет почему так произошло и это привело к большим реформам организации экскурсионного обслуживания почему-то какие-то служители пока выяснилось бывшие вообще лакеев еще в царское время там работа когда смотришь документы кадровые музея в конце двадцатых годов там с какого года работает в этом учреждении 1885 то есть еще при Александре Третьем да ты нашел или при Николае Втором то есть к чему этот пример потому что в том числе и в отношении к прошлому в судьбе конкретных памятников зданий с их функциями тех художественных коллекций которые они были нельзя говорить о очень резких таких переходах обрубая предыдущую историю то есть это все перетекло меняясь трансформируясь в иную функцию например функция дворцово-представительская стала музейной но даже название учреждения сохранилось например управление то есть это до революции называлось например Гатчинское дворцовое управление после революции и после процесса музеификации называлось управление Гатчинским дворцов музеем это тоже дворцовое управление только уже с приставкой музей поэтому подытоживая наш такой довольно краткий беглый обзор основных тезисов, на какие ракурсы что-то надо обращать внимание, когда смотришь на события 17-го года, 18-го года, в аспекте революции и отношения к прошлому, надо учитывать, во-первых, многофакторность процесса. То есть было очень много разных действующих лиц, которые за ресурсом этого прошлого вороты. Это были и политические эстизы, которым надо было использовать это в каких-то инфекционных пакандистских целях. Это были просто учреждения, которым необходимы были помещения. Например, Санкт-Петербургский географический музей имени Семенова-Тенешанского претендовал на дворец инфекционную усадьбу Михайловка в Стрельне. И они не получили там помещение, но выехали оттуда, потому что их помещение соседствовали с помещениями Петрогадской трудовой коммуны. И те бывшие беспризорники, которые в этой трудовой коммуне жили, во дворце в Михайловке, они вытаптывали все те пробегии, какие-то, не знаю, площадки для показов как разных растений, которые были нужны для музеевских. Музей попросился оттуда у них. То есть видите, тоже история, тоже какой-то фактор, который на судьбу коллекции куклея. Помимо факторов еще вот этот переход чисто с органической точки зрения такого их хода времени надо почувствовать. Потому что у нас любая важная дата – это сразу жесткое ограничение отчета при будущем. Я всегда пытался отставить, что, например, на любого императора надо смотреть, начиная не с момента его влашинского престола, да, то есть у нас возникает как-то, не знаю, там, Александр III, 1881 год, и вся его государственная деятельность, внутренняя деятельность, с этого времени как раз и сможет рассматриваться, как он родится в этом году. А почему? Потому что нам удобнее мыслить вот такими периодами, вот такими долгами. И для того, чтобы понять, как уже в 20-е годы это существовало в качестве музеев, либо как осуществлялась охрана таких памятников, как церквей, что, конечно, абсолютно особая история с древней церквей, как проходили реставрационные работы, и как это шло по всей стране почему-то. И многие вещи, связанные с реставрацией, они обусловливались уже новым миротрушением, например, реставрацией Ярославского Кремля во второй половине 1918 года, очень подробно документированная. Она была связана с разрушениями, произошедшими уже боем гражданской войны. В общем, вот эту тонкую ткань, очень взаимосвязанную, переплетенную с событиями, входящую еще в дореволюционное время, надо иметь в виду. И мне кажется последнее, что прошлое, и вот память этого прошлого, надо рассматривать как ресурс, как очень важный ресурс. Но не только в идеологической плоскости. я просто знаю по музейной деятельности, что, например, очень часто экспозиция строится не потому, что такая концепция, прости господи, дискурс или нарратик, а потому, что такая-то картина вязает именно на этой стене, а на другую она уже не повиснет. Поэтому она сидит вот так. Так и здесь очень часто судьба какого-то памятника была связана с конкретным имущественным интересом, хозяйственным интересом. Если мы вот эту прозу жизни будем учитывать, то по-другому посмотрим даже на такое страшное явление, как распродажу музейных ценностей. Я сейчас ее ни в коем случае не хочу оправдать. Но закончили второе, а начинали с дворцовых сапог. Помните, есть тут Зоченко рассказ про то, как погибли земли дворца на дворцовых площадках родований. Цуарские земли дворца, герой купил, был высочный генетариал, прохудевшийся лет 50 и так далее. Но эта история интересна тем, что какие-то вещи из этих дворцов действительно любого придавить. Часть имущества тем самым как-то револизовывали и отдавали, не знаю, даже в те же киностудии на Лимфине отдать часть мебели на начало 10-го века. Это вряд ли было так уж плохо в контексте 27-го года. Другое дело, когда это дошло уже до реального. Ну и потом аспект еще, конечно, как зависела политика в области культурного наследия от лишавших ее людей. Если 17-й год, это вот художественная интеллигенция Венуа, да, и в начале 20-х годов, в общем-то, они же, те же люди, Венуа в Европе только в 26-х, да, Константин Романов, Петр Иванович Неродовский. Эти недельные деятели еще за революционного фактически времени, они продолжают быть ведущими. То в второй половине 20-х многое меняется еще из-за фактически смены поколений других кадров. То есть когда приходят кадры, уже фактически воспитанные в марксистском духе, и тогда они уже вот эту диалектику истории с точки зрения марксизма привносят в отношение к прошлому. Начинается это вульгарная, в общем-то, социологизация многих процессов, которым некогда даже симпатично, потому что сейчас бы тоже, может, не знаю, все ходят, смотрят по дворцам, как красиво, да, а задуматься о каком-то общеисторическом контексте тоже не мешало. Одним словом, наша эволюция в 17-м году, бральская, октябрьская, ставьте технологические рамки, как хотите, это в окно дискуссионной, дает очень богатый материал для изучения и осмысления вот этих процессов. Фактически, наверное, беспрецедентно по масштабу, по сложности и многоаспектности, многофакторности, происходивших в области культурного наследия 20-х годов. Спасибо. Я не совсем замерзших, я готов ответить на вопрос. Понятно, что у нас временем мы только обозначили какие-то основные, основные черты. А что вы думаете о реставрации и сохранении уличного искусства, если вы думали об этом? Может быть, у меня снизу. Я не знаю, как к этому относятся сами художники уличного искусства. Мне не кажется, что они создавали свои произведения, создают их вот прям совсем до вечности. Или я не прав. Но мне кажется, что это другой просто немножко жанр. И нам еще не прошло достаточно времени. То есть нет того, чтобы опыт. Самое старое произведение уличного искусства каким годом дотянулось? 70-е. 70-е. Ну вот 70-е уже можно осмыслить. То есть там треснет, собственно, или нет. Ну, в любом случае, здесь очень много зависит от позиции, мне кажется, самого художника. Так как это искусство современное, вообще же очень многие виды современного искусства вопрос их дальнейшей будущей. То есть мне кажется, что оно такое более эфемерное, чем, скажем, на данный вопрос. Продолжение следует...